В Саратове участились случаи ЧП из-за самовольной установки газового оборудования. Сотрудники «Саратовгаз» совместно с представителями МЧС отправились в рейд по домам с газовым отоплением, расположенным в Волжском районе Саратова. Какие нарушения выявили, расскажет Анастасия Куклева. В новогодние праздники эта неблагополучная семья чуть не осталась без крыши над головой. Возгорание в их доме по улице Зарубина, 13, произошло ночью 8 января. Из-за сильного мороза на улице хозяева сутки топили печь. Это и стало причиной возгорания. Печь находилась в неудовлетворительном состоянии, имела множественные трещины. Уже дом старой-старой постройки, в аварийном состоянии печь. То есть длительную уже топку нужно исключить, таких печей. При длительной топке пришел перекал и загорание деревянных балок перекрытия, которые непосредственно примыкали к дымоходу. Благодаря оперативной работе пожарных возгорание удалось быстро потушить. Площадь пожара составила всего один квадратный метр. Сейчас печь отрезана от газа и заработает она не скоро. Привезти ее в надлежащий вид у хозяина нет финансовой возможности. У нас нету 80 тысяч, чтобы поставить новую печь. Это только с разрешения печника. Он должен поставить, и с всего этого комиссия должна прийти. Посмотреть, да. Все. Печь готова. Вот вам роспись. Все. Бумажечку 80 тысяч. В доме по улице Первомайская история аналогичная. Правда, пожар был давно. После него хозяин Павел Станиславович заменил печь на газовую. На протяжении 10 лет мужчина старается поддерживать ее в хорошем состоянии. Но инспекторы газовой службы неполадки все-таки нашли. С помощью специальных приборов они зафиксировали утечку газа, которую устранили на месте. Утечку устранили. Провели ревизию этого отключающего устройства. Провели ревизию. Сейчас утечки нет. Мы проверили это течеискателем. Течеискатель у нас – это надежный прибор, который показывает и на утечку, и процентное содержание. И также сигнализирует звуком, что есть утечка в помещении. Мы проверили утечки нет. С проверкой спецслужбы зашли в соседний дом. Там также установлена газовая печь. Тяга в ней хорошая, поэтому пожара не возникнет. А вот газовую горелку сотрудники службы рекомендовали хозяйке заменить. Но у нее на этот счет свое мнение. Когда я хотела поменять горелки, я приглашала к ней. Сказали, сначала меняем печку. Чтобы менять печку, второй этаж стоит печка. Такие рейды сотрудники газовой службы проводят регулярно. Те печи, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, от газа отключают. А также раздают жителям памятки о правильной эксплуатации печного оборудования и предписании об устранении неполадок.